Привет, меня зовут Роман Бахтерев, я трейдер компании GoInvest. В этом видео мы рассмотрим сделки по day trading стратегии, совершенные 18 апреля в Газпроме и Алроссе. Напоминаю, со всеми стратегиями вы можете ознакомиться на нашем YouTube канале в разделе торговые стратегии от GoInvest. Стратегия подразумевает работу в обоих направлениях движения цены, но лонговые направления более приоритетные, так как совпадают с общим настроением рынка. Если судить по индексам. В первую очередь обратим внимание на Газпром, цена которого стремительно подходит границе диапазона открытия. Также в ленте образуется паттерн пробоя на виджетах с 5 и 10 минутной очисткой. Все это усиливает сигнал на вход в сделку. При совершении покупки я сразу же убираю лишние заявки, оставив только take и stop. Давайте посмотрим на дальнейшее развитие движения. При достижении ценой точки А на расстоянии равном половине ДО переношу стоп в безубыток. После выхода цены за уровень точки А и небольшой коррекции, принимаю решение закрыть часть позиций в прибыль по рынку. Далее меняю количество лотов для take и stop, чтобы не продать больше чем нужно. В этот же момент происходит пробитие границы диапазона открытия в Алросе. На ленте также сформировался паттерн пробоя. Цена продолжила идти вверх, не дойдя до точки А буквально 2-3 тика. Сначала я убираю лишние заявки, которые стояли на случай пробоя вниз. Далее я все-таки переношу стоп по Алросе в безубыток, так как считаю 2-3 тика несущественной погрешностью. Спишем на ручное выставление уровней. Точка А в Алросе достигнута. В какой-то момент я задумался, что может стоит перенести стоп выше точки А, чтобы не отдавать оставшуюся часть в ноль. Но в итоге решил отказаться от этой идеи, так как торговля по стратегии должна быть дисциплинированной. Буквально через 15 минут Газпром все же достигает целевого значения по тейку, закрывая оставшуюся часть позиций в прибыль. Теперь остается только наблюдать за позицией в Алросе, где стоп уже находится на уровне безубытка. В итоге весь рынок сделал рывок вниз, что можно было наблюдать по индексу московской биржи. А в Алросе вернул с границы ДО и сработал стоп, закрыв всю позицию в ноль. Что же, если подводить итоги торговли, то удалось закрыть Газпром частично выше уровня точки А, частично по тейку, а Алросу отдать в безубыток. Достаточно неплохой результат. На этом все. Подписывайтесь на канал и оставляйте ваше мнение в комментариях. А я желаю вам правильных решений на финансовых рынках и прибыльных сделок.